с миром принимаем я отключу входящее видео потому что у меня интернет слабый здесь я хотел вас узнать, вы, говорят, ходили к митрополиту Сергею Иванникову, Алтайскому, Барновольскому как беседа у вас прошла, о чем разговор был, как он вас принял, с отцом Айтимом, я так понял, ходили ну, вы видите, какие у нас встречи бывают с ним, видели хоть раз? да, Миндальный ветвь, по-моему, называется, мне понравилось, благословил он вас и слушал внимательно не знаю, что он исполнил из того, что услышал он меня благословил пять раз и пять раз поцеловал вот это все тут в этом сказано было, внимательно выслушивал договорились на три часа, приехали туда без десяти три ну, там на втором этаже постояли пока, потом он вышел ну, пригласил к себе в кабинет он сидит стол поперек, а мы так, стол буквой Т на одной стороне там Игорь сел, а здесь батюшка вплотную, а около него подальше я ну, и батюшка там начал говорить, доставать, что-то написано было он внимательно все слушал, батюшка ему кое-что написано еще передавать начал, а я молчал, сидел и тут думать о записи не приходилось, это не то время, не то место оно внутром чувствуется но запрещать он никогда не запрещал, сколько раз были, мы все записывали, фотографировали ну, возьми, вот Миндальная повесть, видел? я там говорю, один, сейчас пять минут говорю, а он ни одного слова не сказал я когда сказал, ну, хоть что-то скажите в конце, он говорит, золотые слова ну, что могу сказать, не умолкайте вот его наставление ну, а здесь стали говорить о наших событиях батюшка сказал, как был недавно, там, где два епископа были и тоже по этой теме он стал расспрашивать, какой повод ну, так открытая беседа была и он, батюшка, еще пригласил его на престольный праздник в Потеряевке 16 сентября, по новому стилю святого мученика, Анфима Некомедистка себе что-то помещать начал ну, а я искал момент, где можно будет что-то и тогда я сказал это вот, видел у меня кора с той стороны надпись оказалась не видел? да видел, видел я ему рассказал, он думал просто так рассказывал у меня она с собой еда ему показала он так это внимательно посмотрел ну, что дальше мы понимали слово 4 это 4 Евангелия а сегодня, оказывается, статья на 4 года это предупреждение Божие и написать ни одному человеку не удастся это с той стороны ну, и так вот долго-то так сказать мы не были мы все, что хотели батюшка подал ему бумагу написанную чтобы благословение получить на отпуск он едет всегда у него бумага что не на замещании, под судом не состоит и тогда надо было занести еще там где у него метрополия на проспекте а это отдельно, недалеко от Покровского собора и туда поехали бумагу эту отдали а там, видимо, придет секретарь она сделает на бланке и печать поставит так не было ничего он сам вышел нас провожать вышел со второго этажа на первый наверху стоял еще раз благословил я доволен он Игоря отдельно говорит подошел к нему и благословил разговоров о чем-то не было я только сказал я вот читал тут Алфеева и то да вы что он удивился так что сегодня идут везде обыски это же не я их придумал люди это знают видят я вот смотрю с позиции удержания власти делают правильно должны знать, что делается народ ослабел и поэтому всякие заговоры делает а у нас-то ничего нет у меня взяли три диска это несколько терабайтов это огромный материал у меня взяли ну они будут слушать чтобы прослушать у меня ему нужно 13 лет конечно они будут по заголовкам как-то братья но батюшка сказал чтобы решили теперь что поедет он меня возьмет но я тебе последний вот скинул видел как что я беру вину всю на себя а какой вины то вины никакой нету ну то есть ответчик что мы делали законное дело показываем эти которые березки были это на нашем огороде фактически вырос а огород наш был и мы все это государственно в государственное вкладываем у нас нет ни денег ничего покупать нигде нельзя ничего купить я вот сейчас посчитал 545 тысяч я отдал только бульдозеристам учитывая в то время заработать то есть пенсия была 6500 вот и посмотри теперь почти 100 пенсий это минимум три года я не должен был ни есть ни пить а даже больше а мы это делаем по милости божьей вот сколько лет и не смотрим что разрушение было какое приступаем и делаем и у нас все получается дальше сказать не знаю завтра батюшка едет вроде бы в район и в отпуску был глава администрации района встретился а следователь будет или нет встречу назначать не знаю но только батюшка позвонил и говорит мы нашли главного виновника она подумала барабаш его не надо она как будто бы жалеет а батюшка не сказал ей а я уже все подготовился мешок сухарей с собой так что говорить о том чего не было очень трудно я могу говорить только о том что было молча потому что 10-17 Матвея говорит остерегайтесь людей ибо будут предавать вас и бить так что у нас пока никто не бьет так что говорить что невыносимо никак вот Игорю машину вернули бы это да вот какие дополнительные вопросы может будут давай то есть с митрополитом сергием ситуацию конкретно не обсуждали это нападение я так понял ну еще я ему сказал как было и все прослушал а что обсуждать он исправить исправить нечего я целый у меня ничего не сломали ну все я не могу жаловаться да их так тренировали они тут и пришли на одного 83-летого старика кучей 12 человек то ли они думали что мы будем защищаться с автоматами не знаю или чтобы напугать да нам не надо об этом думать я их благословляю всех и молюсь за них прости господи не знают что творят да а я бы вот еще на вашем месте конечно как-то может быть отец Ахим или вы спросили у него может быть все-таки читать вам какой-нибудь спецкурс для семинаристов я не помню мы только молились о том чтобы жизнь проводить тихую безмятежную во всяком благочестии и чистоте да понятно но он никаких новостей особо не сообщил я так понял никаких вообще послушал подписал послушал благословил и мы поехали обратно а на пути до дому осталась одна треть да еще с добавкой там наша сестра живет Нина Жолнирова который ее там священник в храм не пускал сколько лет она радехонько выскочила они у нее братья-то пообедали а я хлеба-то дала она может без обеда поехали у меня лепешка была с Игорем полом делили ну а тут помидоры у нее хорошие я их помидоры рвал и ел и тут же у нее красная смородина есть облепиха на деревьях богат они в доме стоят так сейчас открешит звук полщи да в 10 часов следователь нас ждет в 10 часов где когда завтра завтра значит в 9 часов выезжаем без 5-9 подходи сюда ну хорошо слушаю поминуюсь ну возьми но все я взял другие документы все взял у меня сумка готовая стоит у дверей руку протянул и поехали давай да хорошо принято это батюшка звонил завтрак следователю в 9 уже вот видишь востребованный я оказался ну вот я послал последний у вас там Елена у вас там Елена или кто распечатает то что сегодня она все распечатала у меня уже в сумке все лежит все понятно ну да благословит вас Господь на это дело другим сообщи что вызывают защит меня и все батюшка когда последний раз у них было там в храме то говорит да пусть его обе забирают на меня то он знает а нас что брать то а кто то говорит брата заложил и все смеются ну никто же не знает еще я командовал этим каждый год моя инисатива приезжают гости сообщаю где что я сам прораб работал в органах МВД прорабом до армии мне это среда знакомая касается лагеря знаю тюрьму знаю допросы знаю что же это это моя профессия да ну это там как то расскажите о Христе следователю потому что я написал кратко да скажу я там сегодня которая уже окончательный режим давать будет на 6 страницах я 14 выдержек больших из Библии записываю там 14 раз надо Библию открыть это уже не заявление а проповедь да слава Богу чтобы Господь это направил может быть тоже обратиться да надо думать молиться Господь усмотрит это все от Бога я принимаю с благодарением обеда ни на кого нету а наоборот радость понимаете какая-то живность такая а то сидим тут там ну что там сходил в огород где-то там на пруды порыбачил пришел а тут живое живые люди да а вот еще такой момент в их положение если войти то конечно поверить поверить что есть искренние люди которые работают на созидание страны и восстанавливают деревню из руин и заботятся обо всем это сложно потому что вокруг пьяницы наркоманы всякие там бийцы ну кто попало безбожники творят безобразие всякие и тут среди этого мрака вдруг какие-то люди охраняют наоборот все что их окружает даже им не принадлежит и совершенно на другое заточены эти люди и вот это им то им то сложно это ну признать даже увидеть это сложно что люди люди как раз совершенно другого склада и они божественными категориями мыслят они вот этими мышиная вот эта возня здесь понять-то их можно нынче 27 сентября будет ровно 60 лет как мне в руки дали библию такой стаж старики они только сидят какая пенсия а чем болеешь у меня пенсия минимальная а болеть не болею вот ответ один я с вами работаю вместе которые были они же видят я не отстаю от них с лопатой в руках глину таскать то они таскают а наложить то я помогу потому что есть цель прославления Христа да ну все будем всем сообщать тогда завтра в 10 10 августа в 10 утра по алтайскому времени да это будет 12 так 14 часов будет у нас здесь в Москве по Москве это будет не 14 если у нас в 10 то у вас 6 утра нет так у нас же а у нас же минус точно у нас минус да у нас 6 утра будет я в чем-то плюс сделал ну все давай прощаться а то тут уже сейчас я еще написал вот это вот выполни найди где разреши я вот за последние два года выбросил то есть заблокировал больше 20 тысяч человек которые злобные зачем же нужно то он не попал не туда он в окно стущит грязью кидается а я буду смотреть да зачем я только кнопку нажал и больше никогда не появится да да я братьям настроил тоже каналы и сестре там потому что у них там это не было у меня-то было настроено проверить все у меня я сейчас удаляю конкретно комментарии тут у Александра на канале тут есть что удалить я в день каждый день раз в пять проверяю нет ли утром первым делом проверить комментарии а остальное наше а это люди приходят отраву пить разве у нас такие богатые материалы а у них ничего кроме злобы нету и зачем же ему тут быть он не туда попал да да и материации что только не пишут всякие ерунды там задоворы какие-то чего только нету ужас просто ну спасибо христос ну все с богом давай с богом с богом у у о